Господин Хуан Зачем наш центр существует? Мы хотим пенсионерам дать шанс прожить еще кусочек жизни совсем по-новому. Можно, конечно, выйдя на отдых, сидеть дома. Некоторые так и делают. Занимаются внуками, по хозяйству возятся. Но ведь куда интереснее научиться чему-то необычному. До выхода на пенсию я работала в одном учреждении. Посидела дома и поняла, что не могу без людей. Мне надо обязательно хотя бы пару часов провести с друзьями. Тогда я себя и чувствую бодрее. Есть в этом центре и студия изобразительных искусств. Ее участники под руководством настоящего художника создают произведения вполне профессиональные. Мотивы классических шедевров китайской литературы. Сказочные персонажи. Любопытно, что женщины здесь охотно играют в мадзян. Понятно, инструкторы по этому виду развлечения не требуются. Это видно по какой-то особой сноровке, с которой участницы выкладывают все эти числовые композиции. Мне не надо вот так стоять. Вот. Так нужно ровно стоять. Вообще-то голубая мечта каждого, наверное, россиянина заниматься гимнастикой Тайдзи Цюань. И здесь, в классе, который расположен в этой школе, вы видите, как меня обучают хорошо. Танец Янгэ с флагами под барабан – это любимое развлечение многих пожилых китайцев. Такие зрелища всегда привлекают к себе взгляды прохожих на улицах и площадях страны. Наша программа просто обязана была принять участие в репетиции. Получается, по-моему. Получается. Со временем, надеюсь, стать профессионалом в этом деле. Очень хорошо. Да. Вот даже подскажите, что очень хорошо. Очень-очень хорошо. Но по-настоящему этот танец исполняется в национальных костюмах. И тогда, несмотря на довольно еще прохладную погоду, участники творческого коллектива гордо демонстрируют свое искусство. Ибо это главное, ради чего человек приходит в мир – постижение красоты. Но нам осталось только завершить сегодняшний выпуск. Его для вас провели журналисты Станислав Быстрицкий и Женчу Мэй. Мы желаем вам всего наилучшего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова